Здравствуйте! Отношения между компанией и широкой общественностью – это одна из важнейших тем сегодня. Благоприятные и взаимовыгодные отношения помогают создать доверительный форм взаимодействия компании со своими партнерами по бизнесу, а также клиентами, инвесторами и государственными структурами. Сегодня термин «public relations» – «piar» или же по-русски «связи с общественностью» – широко распространен и плотно вошел в наш лексикон. Но лишь профессионалы знают о нем действительно то, что нужно знать. Если спросить среднестатистического россиянина о том, что же такое пиар, мы наверняка услышим монолог о грязных деньгах, подкупе и нечестных выборных компаниях, которые подкреплены обилием компромата. И почти всегда, что пиар – это хитрая разновидность рекламы. И еще пиарщики, а точнее пиарщицы, ведь в нашей профессии в основном работают девушки и женщины, зная себе ходят по презентациям, пьют дорогой алкоголь, фотографируются со знаменитостями и иногда говорят по телефону в офисе. Такой пиар нам часто показывают в кино. И еще к самому слову пиар наверняка будет прилеплен ярлык «черный». А, кстати, есть ли такой? Конечно, есть. И занимаются им виртуозы, поверьте. Но это совсем не наша история. Мы будем говорить о настоящем белом пиаре. Настоящем, при котором приходится работать в офисе по 10-12 часов для того, чтобы устроить ту самую презентацию с коктейлями, а затем получить на хлопучко от шефа. Как раз, как те самые знаменитости, почему-то к тебе не пришли. А телевидение не приехало, хотя и накрепко обещало. А газеты написали совсем не то, на что вы рассчитывали. И еще, в условиях кризиса, при сокращении штатов, когда положение компании становится нестабильным, первыми увольняют кого? Правильно, пиарщиков. А последними, между прочим, уходят и чары, то есть работники службы персонала. Задумайтесь, если вы еще не определились с профессией. Ну, а теперь немного истории. Одно из ключевых слов эпохи 90-х годов, пиар, обладало когда-то особыми по воздействию и притягательностями свойствами. Слово иностранное, в определении его путались, подумав, сравнивали с пропагандой. Аналогичной профессии в России не существовало, и сам пиар был скорее элементом моды, чем особой необходимостью. К счастью, к сегодняшнему дню определение пиар прижилось, вполне русифицировалось. Появились специалисты-пиарщики, которые стали пиарить. Слово уже не поражает нас своей экзотичностью и стало вполне обыденным. Объективная, реальная необходимость в пиар-инструментах возникла, наверное, в 2000-х годах. Во многих случаях, вследствие расширения бизнеса крупных и средних российских компаний. И это пошло профессии только на пользу. В пиар пришли настоящие профессионалы, в том числе и обучавшиеся за рубежом. Появились первые профессиональные сообщества, первые учебники, основанные сначала на западных, а затем на российских так называемых кейсах, то есть реальных примерах пиар-работы. Профессия стала понятнее и прозрачнее. Впрочем, это не ударило по ее престижу. В пиар, как и раньше, так и сейчас, по-прежнему стремятся многие. В большинстве своем, как я уже говорила, и девушки. Она престижна и востребована. Не последнюю роль, как мне кажется, сыграла в этом обаятельная Саманта Джоуз из нашумевшего сериала «Секс в большом городе», которая, если вы помните, была директором пиар-агентства в Нью-Йорке. Так что же такое пиар? В 1975 году Американский фонд пиар-исследований и образования предпринял первую попытку обобщения практически всех известных к тому времени трактовок пиар. Было рассмотрено около 500 различных определений, на основании которых были сформулированы одно общее. Вот оно. Пиар – это особая функция управления, которая способствует установлению и поддержанию общения и взаимопонимания. Помогает руководству компании быть информированным об общественном мнении и вовремя реагировать на него. Есть еще одно классическое определение связи с общественностью. Оно было сделано очень давно, в 1948 году и уточнено в 1987 году. Принадлежит оно Британскому институту пиар. Есть и такой. Деятельностью в области пиар являются планируемые и осуществляемые усилия, направляемые на установление и поддержание доброжелательных отношений между организацией и общественностью. Мы теперь узнали, что такое пиар, да, в какой-то степени. Теперь нам нужно определиться самим понятием общественности. Слово для нас, конечно же, не новое, вполне русское. Оно часто употребляется в разговоре и в деловой переписке. У любой общественности есть два важнейших атрибута. Первое. Общественность всегда субъективна и не существует общественности вне индивидуальности. И второе. Она всегда формируется вокруг того или иного объекта, имеющего содержание и наполненного общими интересами. Вот такое определение. Для каждого специалиста по пиар есть свое множество целевых групп и сообществ, то есть его собственная общественность, которая затрагивает деятельность его компании. Несмотря на то, что мы все работаем в разных областях бизнеса, можно составить универсальный список ключевых сообществ специалистов по пиар, который подойдет для любой компании, какой бы областью деятельности она ни занималась. Итак, это средства массовой информации, то есть газеты, журналы, телевидение, интернет. Компании, партнеры, клиенты компании, потенциальные клиенты компании, инвесторы, акционеры, представители государственных структур, представители профильных органов власти, конкуренты, сотрудники компании. Задачей пиар является информировать, образовывать и вызывать доверие у общественности. С моей точки зрения, это определение не только простыми словами описывает то, чем занимается пиар, но и является практическим руководством тому, что и как должен делать хороший специалист по связям с общественностью. А главное, оно описывает этику поведения в профессии. В сущности, пиар это просто, чем обычное управление репутацией компании, ее восприятием. Это построение и поддержание взаимоотношений. Сколько мифов существует о пиар, столько поведения, столько моделей поведения и пиар-деятельности вы увидите в современных российских компаниях. Иными словами, кто как трактует пиар, тот так его и делает. Например, в российских учебниках по этой дисциплине, это было раньше, часто представляли пиар как инструмент манипуляции общественным мнением. Надо ли говорить, что это неэтично само по себе, с одной стороны, а с другой, как-то ближе к НЛП, нейролингвистическому программированию. А это совсем другая история, согласитесь, да? Другая, неправильная, на мой взгляд, точка зрения на пиар, это работа только со средствами массовой информации и выбивание публикаций из журналистов. Многие менеджеры компании искренне полагают, что связи с общественностью, это прежде всего рассылка материалов по СМИ, а также сбор публикаций в газетах и подсчет упоминаний своей компании в прессе. То есть то, что мы называем мониторингом прессы. Ну, для чего это делается? Ответ, конечно же, очевиден. Чтобы в конце месяца написать отчет и с чувством выполненного долга положить его на стол руководства. Давайте рассмотрим основные направления пиар-деятельности. Это прежде всего компании-партнеры. Это создание и поддержка отношений с профессиональным сообществом. Создание благоприятных отношений с потребителем. Внутри корпоративный пиар. Антикризисный пиар. Сейчас это очень важно, мы будем о нем говорить. Создание и поддержка благоприятного имиджа компании. Создание и поддержка отношений с инвесторами. Вот только сейчас работа со СМИ, заметьте, она стоит далеко не на первом месте. Также работа с государственными органами, GR, Government Relations, в переводе с английского, и общественными организациями. Специальные мероприятия. Это презентации, выставки, круглые столы, брифинги и другие мероприятия. Спонсорство. И, пожалуй, все. То есть самих пиар-специалистов можно разделить на две большие категории. Первый работает на пиар-агентства. Обычно это молодые амбидзиозные люди, которые проводят в пиар-агентствах очень много времени. А второй работает на компании. Так называемые in-house. Давайте сосредоточимся на второй, более многочисленной аудитории. Пиар-специалист компании – это всегда ее ньюсмейкер, то есть делатель новостей. Задачей которого является донесение информации о своей компании до конечного потребителя в нужном свете. Недостаток информации, как мы знаем, порождает слухи, домыслы. Если нет информации, то ее придумывают и домысливают. Пожалуй, не найти, и со мной согласятся все профессионалы, пожалуй, не найти другой такой должности в компании, где колебания в функциях, полномочиях и статусе было бы столь велико. Ведь понимание общественных связей даже сегодня остается совершенно разным от компании к компании. Есть фирмы, которые не сосредоточены на поддержании своего имиджа, и им такая функция, как пиар, не нужна. К счастью, таких становится все меньше и меньше. Другие держат эту функцию на аутсорсинге, то есть прибегают к помощи внешних пиар-специалистов время от времени. Как правило, у таких компаний нет постоянной пиар-активности. Целый сегмент компаний занимается так называемым продуктовым пиаром. Перед ним не стоит задача продвижения себя, как производителя. Зато для них важно продвижение их товаров и брендов. К таким относятся, например, акционерное общество «Лебедянские», соки которого «Тонус», «Я», «Фруктовый сад» мы все хорошо знаем, с удовольствием пьем. Другой пример – компания «Русская Бакалея». Ее название, скорее всего, ничего нам не скажет, а вот ее продукт «Масло Злато» многим хорошо знаком и ими любим. В таких случаях пиар-поддержка бренда относится к маркетинговой функции, и пиар-специалист работает в составе департамента маркетинга. Ну, в целом, по-видимому, можно говорить о тенденции объединения функций маркетинга и внешних коммуникаций именно в тех отраслях, где основная цель пиара – это продвижение продуктов. Впрочем, в сфере услуг, к примеру, маркетинг и пиар развести достаточно сложно изначально. То есть сфера услуг – это тоже очень специфическая область. Статус пиар-специалиста резко, однако, возрастает в компаниях, где пиар-функции самостоятельно и не зависят от маркетинга. Такие компании позиционируют себя прежде всего как компании-бренды. Пиар-специалист здесь занимается всем, что касается общения с прессой, государственными органами, инвесторами, некоммерческими организациями и также руководит спонсорскими программами, то есть то, о чем мы говорили выше. То есть это те мероприятия, которые направлены на продвижение самой компании. Пиар-специалист, который способен профессионально руководить всеми внешними связями компаниями и принимает участие в ее управлении, ценится очень высоко. Он должен обладать не только определенным уровнем профессионализма, это как раз подразумевается, но и во многом высокими личными качествами. Именно про таких профи известный американский миллиардер и филантроп Джосиф Рокфеллер однажды сказал, «Умение правильно общаться с людьми – это товар, который можно купить, как сахар или кофе. Я заплачу за такое умение больше, чем за что-либо на свете». Какие же у нас есть инструменты пиар? Это прежде всего пресс-релиз, пресс-кит, собрание пиар-документов, информационное письмо, семинар, пресс-конференция, интервью, презентация, комментарии, пресс-туры, корпоративный сайт компании, а также ивент-мероприятие, так называемое – это фурше, прием партии. В перечень вошли наиболее распространенные инструменты пиар. Если по роду деятельности вам приходится работать с довольно широким кругом клиентов или с большим набором методов воздействия на них, этот перечень, конечно же, может быть увеличен. Зная, с какой целевой аудиторией работать вам придется, вы должны использовать весь набор средств для воздействия на нее. Не могу, кстати, сказать о пиаре наоборот. Представьте себе, бывает такой пиар наоборот. В некоторых компаниях, которые занимаются добычей золота, в штате есть специальный человек, в профессиональной обязанности которого входит отслеживать и пытаться по возможности нейтрализовать или даже убрать любую информацию, которая может появиться о его организации. Зачем это делается, надеюсь, всем понятно. Другой пример уже не из нашей и западной жизни. Известный американский предприниматель и миллиардер Говард Хьюз, который всем нам известен по фильму «Авиатор» в исполнении несравненного Леонардо Ди Каприо, к концу жизни впал в мизантропию и содержал целый штат специалистов, которые также нейтрализовывали любую информацию о своем боссе. За последние годы его жизни в прессе не появилось ни одного его интервью, ни одной фотографии или других сведений о жизни этого затворника. Его жизнь была окутана тайной, ему приписывали участие в заговоре против президента Джона Кеннеди, но общественности так и не удалось узнать практически ничего о последних годах его жизни и смерти, хотя интерес к его персоне всегда был традиционно велик. Теперь давайте рассмотрим такие понятия, как пиар, маркетинг, реклама и паблисити, их взаимопроникновение и различие. Ну, всем известно, сколько написано о маркетинге, рекламе и паблисити. Человек буквально тонет в море информации и не может четко разделить взаимосвязанные понятия. Паблисити отозвитяется пиаром, пропаганду с рекламой и все в таком духе. Понятие пиар, маркетинг, реклама и паблисити тесно связаны между собой, это факт, но отождествлять их, наверное, все-таки не стоит. Самое сложное и противоречивое, если можно так сказать, понятие, на мой взгляд, это маркетинг и связи с общественностью. Здесь тоже нет четкой структуры. Кто включает отдел пиара в структуру департамента маркетинга, кто-то разделяет. В случае, когда пиар органично вписывается в структуру маркетинга, мы разбирали выше на примере продуктового пиара. Но очень часто главный смысл пиар-работы с точки зрения некоторых руководителей российских компаний, это, к сожалению, всего лишь возможность минимизировать маркетинговые расходы. То есть они считают, что чем будет больше пиара, тем меньше расходов пойдет на маркетинг. А маркетинг – это всегда очень затратная часть любой компании. Все это знают, те, кто работает в маркетинге и связанных рядом с ним подразделениях. Все это неверно. Это равновеликие подразделения, которые должны сотрудничать. Здесь не может быть иерархии подчинения, так как неизбежно возникает непонимание из-за отличия цели работы отделов. Надо различать. У них разные функции и разные задачи. Цель маркетинга – это получение… Вот я, кстати, сейчас хочу дать определение, которое очень часто встречается при определении маркетинга. Это получение некоторой прибыли, а цель пиара – поддержание доверия. Если по какой-либо причине стратегические цели пиара и маркетинга не совпадут, что тогда будет? Выбор руководителей компании, практически любых руководителей компании на 100% будет сделан в пользу маркетинга. Маркетинга, а не пиара. Это так. И чем последствия это будет грозить нашей компании? Тем, что она потеряет доверие одной из своих целевых групп. Тогда и долговременная маркетинговая стратегия не сможет достойно осуществиться. Надо сказать, что на Западе это давно поняли. Там задача специалистов по пиар состоит не в том, чтобы побуждать потребителя купить продукт. Для этого есть специальные маркетинговые мероприятия, мы знаем. А в том, чтобы стимулировать хорошее отношение потребителя к самой компании. Чтобы окончательно разделить понятие маркетинга и пиар, надо уточнить их определение. Маркетинг – это процесс создания товара, планирования и образования цены, продвижения и размещения товара при стимулировании его покупки, при которой покупатель и продавец получают некоторую выгоду. Это классическое определение маркетинга, которое вошло во многие учебники. Пиар – это искусство формирования благоприятных отношений общественности компании путем формирования представления о том, что фирма выпускает и продает товар в интересах покупателей, а не продавцов. Ну, по-моему, разобрались. Теперь давайте поговорим о паблисити. Для большинства людей слова пиар и паблисити – это по большому счету означает то же самое. Если взять английские корни этих слов, то паблик и паблисити, конечно, очень схожи. Но паблисити и паблик релейшн очень все-таки различаются. И давайте разберемся. Что такое пиар? Мы подробно разобрали раньше, дав три разных по форме, но абсолютно одинаковых по сути определения. Что же такое паблисити? Одно древнее изречение гласит, что ничто так не способствует успеху, как сам успех. Правоту этого утверждения подтверждает и тот факт, что люди предпочитают сотрудничать с теми компаниями, которые имеют репутацию успешных, солидных и позитивно настроенных. Итак, определение паблисити. Паблисити – у него два определения. Первое – паблисити – это завоевание общественного интереса и известности. Первое – действия, направленные на привлечение внимания общественности путем бесплатного освещения в СМИ. И второе – короткое определение паблисити – это публичность, известность, популярность. Цель паблисити, во-первых, и в главных – заинтересовать и увлечь общественность. Поэтому по своему характеру она должна быть развлекательной и интересной, чтобы не потерять внимание аудитории среди сотен других новостей и событий. Модель современной компании паблисити была создана в Голливуде. Концепция, освоенная в 50-х годах Уолтон Диснеем, который представлял свои замечательные мультфильмы в управлении маркетинговой компанией, которая включала изготовление и продажу игрушек, одежды, книг, школьных принадлежностей, постеров, была усовершенствована голливудскими продюсерами. Как это делалось? На странице газет и журналов стали, в те времена, разумеется, появляться статьи, в которых звезды экрана накануне выхода фильма, в котором они принимали участие, рассказывали не только о том, как снимался этот фильм, но о своей семье, хобби, домашних животных, диетах, фитнесе. То есть все, все те милые подробности, которые так интересуют публику. Это подкреплялось выступлениями продюсеров, которые рассказывали о бюджете фильма, делали прогноз о его успешности, сравнивали его с другими новинками кинорынка и так далее. Задумка была в том, что звезда с ее ореолом и продюсер создавали такой имидж фильму и компании, который воспринимался гораздо лучше, чем, скажем, образ директора студии с его репутацией сложного в общении человека. Надо сказать, что публисити является только составной частью пиар. Однако по своему характеру и направлению развития пиар гораздо шире публисити. Это проявляется и в двусторонней коммуникации. Как мы знаем, публисити направлен всегда в одну сторону, на привлечение внимания к какому-либо объекту или субъекту, то есть к какому-нибудь фильму, к какой-нибудь личности и так далее. А когда речь идет о связях пиар-структур и общественности, то здесь вступают в силу другие законы. В отсутствии у пиар в целом стремление предстать перед общественностью в исключительно хорошем свете. Например, или в способности пиар гибко реагировать на возникновение кризисов и необходимости пиар предвидеть кризисы и к ним готовиться. Все это пиар. И, наконец, давайте поговорим о рекламе, которую все ругают, которая всем надоела, но которая все также является движителем торговли. Итак, реклама – это информация о компании, человеке, товарах, идеях и начинаниях, распространяемая в любой форме, которая предназначена для широкого круга лиц и признана формировать и поддерживать интерес к этим людям, товарам, начинаниям и способствовать их реализации. Вот что такое реклама. О ней можно говорить, что она всем надоела, то, что она не нужна, то, что она стоит за предельных денег. Все это так, но, тем не менее, без рекламы никуда. И те, кто работает в области пиар, должны знать, что маркетинг, пиар, реклама и паблисити, как составная часть пиара, очень важны и обязательно должны взаимодействовать. И этот факт должны понимать все специалисты по пиар, а также студенты, которые собираются изучать эти дисциплины для того, чтобы осуществлять пиар-программы, которые могут принести успех их компаниям и дать очень хороший старт начинаниям молодых специалистов. Ну, на этом, пожалуй, все.